По всему миру очень много говорят о Камасутре. Является ли она наукой? Заложено ли в ней нечто большее, чем просто инструкции по получению телесных удовольствий? Дело в том, что вам необходимо понимать эту культуру. К сожалению, она сейчас вся искажена и испорчена. Мы — страна без Бога, страна без какой-либо морали. В этой стране нет морали. Мы могли жить таким образом и жить действительно хорошо, потому что произошел огромный рост осознанности. Все можно было рассматривать просто таким, как оно есть. Люди руководствовались своей осознанностью, а не моралью, не страхом наказания. Они просто руководствовались разумностью в жизни. Так что благодаря тому, что общество было на таком уровне осознанности, можно было говорить обо всем, и не возникало никаких проблем. Сейчас ситуация изменилась, это другое. Но так эта культура и нация эволюционировали. Потребовались тысячи лет работы, чтобы привести всех этих людей к такому состоянию. Но постепенно все меняется, потому что сейчас мы переняли западную мораль, где что-то хорошо, что-то плохо, что-то бог, что-то дьявол, что-то возвышенное, что-то низменное, что-то чистое, что-то нечистое. В этой культуре ничего подобного не было. Мы просто видели жизнь такой, какая она есть. Сколько чего делать в жизни — это индивидуальный выбор. Потому что мы ясно понимали природу человеческого ума. Если вы скажете «это плохо, не думай об этом». Наверняка эти мысли начнут занимать все время в умах ваших друзей. Для любовь ума, если вы скажете «не думайте об этом», только об этом они и будут думать. Мораль создали люди, которые не понимали природу человеческого ума. Люди, которые понимали, как работает ум. В этой культуре мы никогда не называли ничего плохим или хорошим. Мы просто говорили «вот как все устроено». Сколько чего вы хотите делать в вашей жизни — это ваш индивидуальный выбор. Сколько есть этот человек и сколько есть другой — это индивидуальный выбор каждого. Но сегодня западные доктора вычисляют, сколько калорий необходимо употреблять. Это чепуха. Тело работает не так. Допустим, два человека съедят по килограмму еды одних и тех же продуктов. Оба имеют одинаковый вес и оба съедают по килограмму еды. Для одного человека эта пища пойдет на пользу и хорошо усвоится, а у другого усвоится только полкилограмма. Но вес при этом будет тот же самый. Это факт. Попробуйте и увидите сами. Проведите эксперимент на десяти людях. Это факт. Но сейчас массово производится все, в том числе и советы. Каждый должен употреблять столько-то калорий. Только тогда у вас будет столько-то энергии. Это чрезмерно упрощенная чепуха. Особенно если дело касается субъективных аспектов вашей индивидуальности. Такая мораль, когда каждый должен делать то или это, никогда не работала. У разных людей разные потребности. И мы произвели очень много извращенных людей на планете. Просто потому, что сказали, что что-то плохо, и нельзя об этом думать. На самом деле, репродуктивные органы — это лишь небольшая часть того, кем вы являетесь. Но то, что должно было находиться в репродуктивных органах, было очень эффективно помещено в голову человека. Теперь сексуальность происходит не в телах людей. Она постоянно происходит в их головах. Когда она в вашем теле, это естественный процесс. Когда она в вашей голове, это болезнь. Да? В вашем теле это просто естественный процесс. Все мы рождены через него. В нем нет ничего правильного или неправильного. Это просто один маленький аспект нашей жизни. Но если мы сопротивляемся ему, он перейдет в наши головы. И теперь будет казаться, что смысл жизни только в этом. Сегодня я бы сказал... Скажите мне, если я преувеличиваю процент, сегодня я бы сказал, что 95% человеческой энергии вкладывается либо в секс, либо в деньги. Да или нет? Это два маленьких аспекта вашей жизни. Один из них касается выживания, другой является определенной частью вашей физиологии. Не так ли? Но они стали настолько большими, потому что кто-то сказал вам, что это неправильно. Мы никогда не смотрели на это таким образом. Так что кто-то написал текст об этом. Каковы различные способы, которыми это происходит? Как отличаются человеческие тела и какова их совместимость? Все было описано в мельчайших деталях, потому что они никогда не видели в этом порнографию. Понимаете? Они просто описывали жизнь такой, какая она есть. Сегодняшние люди видят в Камасутре порнографию. Нет. Это не то, чем она является. Они просто говорили об этом, как они говорили бы о чем угодно, потому что это просто еще один аспект жизни. Они не думали, что это центральный аспект. Они видели это как еще одну грань жизни, и поэтому описали ее таким образом. Так что это как ваш учебник по физике или химии. Так же и они. Написали учебник по сексуальности. Это не было для них запретной темой. Но теперь, в современном мире, люди видят это как своего рода одобрение извращений, которые существовали тогда. Субтитры создавал DimaTorzok